Административный иск в суд губернатор города Дмитрий Овсяников направил 23 апреля. Причина иска в декабре 2017 года на протяжении долгого времени не принимался городской бюджет на будущий год. Губернатор, используя свои права, предоставленные федеральным законодательством, потребовал от председателя законодательного собрания созвать неочередную сессию для того, чтобы был принят закон о бюджете. В ответ нарушение, на наш взгляд, требований федерального закона, неочередное заседание создано не было. То есть мы считаем, что в данном случае председатель законодательного собрания незаконно бездействовал. В бездействии тогда Михаил Вавилов обвинил не только Екатерину Алтабаеву, но и весь депутатский корпус. Созвать неочередную сессию Дмитрий Овсяников потребовал 8 декабря. Поскольку этого не произошло, был направлен иск в суд. Спустя две недели представители губернатора Севастополя и председателя законодательного собрания там и встретились. Первая сторона настаивала на том, что требования главы города выполнены не были. Губернатор, ссылаясь на импульсные акты, просил, требовал созывы, ввече в доме заседания законодательного собрания для рассмотрения законопроекта. Это законопроекта. Это законопроекта Севастополя о внесении изменений. Закон о бюджете 17-го года. И законопроекта о трехдельном бюджете. Это на 18-й главный директор 19-го года. Ответчики парировали. Спустя четыре дня после требования Дмитрия Овсяникова 12 декабря оба законопроекта рассмотрели. Поэтому смысла в проведении внеочередной сессии 20-го числа уже не было. Представители законодательной власти подчеркнули, если бы Екатерина Алтабаева созвала внеочередную сессию, она бы нарушила законодательство. Там не могли рассматриваться законопроекты, которые уже и так были рассмотрены. Три часа прений, три перерыва и несколько десятков страниц материалов дела. Заслушав оппонентов, судья Ленинского районного суда Юлия Степанова выносит решение. Рассмотрев открытом судебном заседании административное исковое заявление губернатора города Севастополя к председателю законодательного собрания города Севастополя Алтабаевой Екатерине Борисовне, законодательному собранию города Севастополя о признании незаконным бездействия государственного органа, руководствуясь статьями 175, 189, 219, простите КСРФ, суд решил исковые требования губернатора города Севастополя оставить без удовлетворения. Несмотря на такое решение, представители правительства сохраняют положительный настрой и уверяют, позиция исполнительной власти останется неизменной. В своей правоте они уверены. Я хочу подчеркнуть, что сегодня в суде было четко зафиксировано, но это не оспаривалось представителями ЗАГС Собрания, что распоряжение председателем законодательного собрания города Севастополя по требованиям губернатора действительно не выносилось. То есть требования губернатора от 8 декабря 2017 года не было разрешено по существу. Выделяют представители правительства еще один положительный момент, который выяснился в ходе судебного заседания. Представители ЗАГС Собрания озвучили в суде, что они все-таки признают безусловную обязанность председателя законодательного собрания города Севастополя созывать в неочередные заседания законодательного собрания, если губернатор с таким требованием выступит, в случае, если требования соответствуют закону. По словам Екатерины Рябовой, правительство хочет подтвердить факт нарушения права губернатора Севастополя со стороны законодательного собрания. В окончательной форме решение суда будет составлено 10 мая. Чтобы обжаловать его в Севастопольском городском суде, у ССА будет месяц. Свои последующие действия представители правительства определят после ознакомления с текстом окончательного решения суда. Светослав Данилов, Сергей Катлеренко, информационный канал Севастополя.